Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Предусматривает она следующее Группа христиан обращается к некой существующей церкви с определенной просьбой Причем эти люди могут и не быть членами материнской церкви Возможно, когда-то они покаялись Какое-то время собирались для совместного изучения Библии И теперь решили организовать более полноценное церковное служение За такого рода помощью данная группа и обращается к одной из существующих церквей На что эта церковь, скорее всего, более крупная и основательная, говорит «да» Таким образом, как бы удочеряя обратившуюся к ней группу христиан Вот почему данный подход мы и называем удочерением Примеров его применения довольно много Один из плюсов — высокая мотивация христиан, желающих сформировать полноценную церковь Это их община, у них свое видение Что служит прекрасной отправной точкой для создания новой общины Причем в том регионе, где эта инициативная группа уже какое-то время функционирует То есть переезжать ей никуда не надо И так это еще один продуктивный подход к основанию церквей И в некоторых христианских конфессиях он активно практикуется В связи с этим мне вспоминается пример Венгрии Где в небольших городках вокруг Будапешта Христиане проводили евангелизационные концерты На которых раздавали Библии В результате некоторые люди уверовали Но церкви поблизости не было Вот они и обратились в центральную церковь С просьбой о помощи в основании новой общины Где можно было бы получать духовную пищу и попечение Вот такие случаи нередки Следующую модель можно назвать партнерским проектом Эта фотография была сделана в Великобритании И на ней вы видите ребенка и двух женщин Биологическую и суррогатную матерей малыша Получается, что у ребенка две, так сказать, мамы Этот случай широко обсуждали как пример этической дилеммы Но вернемся к церквям Что же мы понимаем под продуктом партнерского соглашения? Это новая община, сформированная из христиан Которых с этой целью направили уже существующие по местной церкви Они и есть, образно выражаясь, матери вновь рожденного детища Для наглядности приведу буквально пару примеров Первый из личного опыта служения в Германии Там есть две крупные церкви Одна в Бонне, бывшей столице страны Другая в Кёльне И в одно и в другое общине были люди, проживающие в городе Порц Там собирались две домашние группы из Кёльнской церкви И три домашние группы из церкви в Бонне Так вот, эти группы объединились и сформировали далеко не малочисленную новую общину в Порце Образованную, как мы видим, членами двух материнских церквей В чём преимущество такого метода? Во-первых, более высокая численность коллектива основателей И во-вторых, две мамы способны гораздо эффективнее Поддержать вас, в частности, ресурсами Другой пример — Центральная Мюнхенская церковь Церковь с традициями и историей Которая в своё время основала общину на севере Мюнхена При моём непосредственном участии А дальше выяснилось, что у обеих этих церквей в районе Дахау Есть свои домашние группы Одна от Центральной церкви, другая от Северной Так вот, они объединились и образовали ещё одну общину в смежной с Мюнхеном области Что необходимо учитывать при исследовании данного подхода? Прежде всего, что направляемые группы основателей могут серьёзно отличаться друг от друга В нашем случае, например, Центральная Мюнхенская группа функционировала уже довольно давно И состояла из местных жителей Дахау Христиан со стажем, достигших определённого уровня духовной зрелости Северная же группа, напротив, состояла преимущественно из новообращённых Они находились на другой ступени духовного формирования И были пылкими благовестниками Так вот, выработать единое видение такому неоднородному коллективу было непросто Поэтому не стоит думать, что смешанное ядро церкви сразу же обретёт взаимопонимание и единство Над этим придётся работать Кроме того, если материнская церковь имеет вполне определённые обязанности То, как быть в случае двух церквей? Насколько пропорциональным должно быть их вложение? В Мюнхенском проекте, например, Северная церковь располагалась несколько ближе к Дахау, чем центральная Поэтому пастор Северной церкви оказывал новообщению большую консультативную помощь В целом, зоны ответственности были чётко разграничены В противном случае, и это бывает довольно часто, каждая из материнских церквей будет думать, что в том или ином вопросе поможет другая И в итоге не помогает никто вообще Вот почему изначальное определение общинными основателями доли и характера своего участия в новом проекте имеет огромное значение В-третьих, такая модель особенно подходит небольшим материнским церквям Если одна небольшая церковь за основание новой общины не возьмётся, скажем, по причине своей относительной малочисленности То двум церквям это может оказаться вполне по силам Катастрофически новый проект каждую из них не ослабит, а вот ядро общины будет достаточно крепким, чтобы начать расти и развиваться Итак, это партнёрская модель основания Следующий подход имеет в своей основе целевые группы или множественные общины Что он предполагает? Допустим, одна церковь уже есть И в том же регионе есть какая-то этническая группа или субкультура, которой эта церковь не вполне подходит Пусть это будут, скажем, панки или иммигранты, корейцы или китайцы В Мюнхене у нас, например, были христиане-корейцы На собраниях они говорили на родном языке, а в своём служении и руководстве ориентировались на родную культуру, а не на немецкую Радикально отличающуюся от корейской по многим пунктам Так вот эта церковь была очень узко направлена В общине на севере Мюнхена была китайская группа, служение которой было в основном направлено на китайских студентов, причём говорящих на мандаринском диалекте Таким образом, подобные целевые группы внутри одной церкви могут формироваться Таким образом, новая община возникает в рамках уже существующей Целевые группы позволяют приобщить к христианству и церкви, те слои населения, которые в силу своей специфики своего места в церкви пока не нашли Подходить к этому вопросу, безусловно, следует очень обдуманно Так вам, возможно, понадобится языковой эксперт Во всяком случае, для этнических групп Да и представители субкультур хоть и говорят на родном для нас языке, но иногда на непонятном нам жаргоне Дальше надо определиться с использованием церковных помещений А также решить вопрос о руководстве общинами, будет ли оно общим или разграниченным Кто кому будет подчиняться Итак, перед вами встанут как организационные, так и административные вопросы Кто, где и когда будет собираться и кто кому будет подчиняться Без этого не обойтись, иначе конфликтов не миновать От материнской церкви, в недрах которой произойдет формирование еще одной общины, потребуется проявить понимание и чуткость к ее специфическим отличиям Возможно, музыкальное прославление в их общине покажется вам слишком шумным и громким, а их дети недостаточно воспитанными, потому что они бегают по зданию и хлопают дверями В этнических церквях, например, члены общины любят готовить и принимать общую трапезу Так делали корейцы в нашей Мюнхенской церкви Это часть их культуры, это их традиция Причем, если готовят они в воскресенье, то запах специй и приправ не улетучивается даже к четвергу Вот к подобным вещам вам неизбежно придется привыкнуть Однако, если материнская церковь действительно настроена на благовестие, она сможет поступиться какими-то своими привычками и комфортом во имя более высоких целей Это то, что касается модели целевых групп Следующая модель — это сеть домашних общин Этой темы мы вкратце уже коснулись Здесь прежде всего хочется отметить гораздо более спонтанный характер формирования Как правило, сначала появляется одна домашняя община Основаны такие общины, как вы помните, на межличностных отношениях Допустим, кто-то из горожан уверовал и присоединился к домашней группе А его родные и друзья живут вот в этой деревушке Он приезжает, рассказывает им о Боге И они откликаются на его свидетельство покаянием и верой Так возникает вторая домашняя церковь У этих людей, в свою очередь, есть, допустим, коллега, который живет вот в этом районе города Они благовествуют ему, он приходит к вере во Христа и образуется новая группа и так далее Вот такой естественный, спонтанный процесс формирования Никакого тщательного планирования, никакой строгой организации он не предусматривает Да и четкой структуры у домашних церквей тоже нет Организовать подобную общину может любой христианин, который умеет и любит благовествовать И дальше наставлять новообращенных вере Такая модель получила особое распространение в Индии и Китае Где формирование домашних групп приобрело характер целого движения Модели, о которых мы с вами говорили до сих пор, отличаются четкой структурой Требуют серьезного планирования, привлечения значительных человеческих ресурсов Здесь все гораздо проще и спонтаннее А сейчас мы переходим не к самому предпочтительному варианту Неплановое родительство Это внезапное, незапланированное основание церкви Почему? Из-за раскола В некоторых регионах мира, называть которые мы не будем, раскол церкви – это почти обычная практика Вызвано это явление разными причинами Чаще всего межличностными конфликтами Но иногда разногласиями в понимании вероучения А также подходах к оформлению богослужений и к организации церковных служений Какой бы причина ни была, главное, что в итоге в церкви образуется группа людей Откровенно не согласных с принятыми подходами и приоритетами И они откалываются Иногда это вызвано тем, что существующее руководство не принимает в свои ряды новых лидеров Допустим, какой-то властный пастор стремится целиком подчинить общину своему контролю И в этой же общине обозначается новый лидер Смотрите, что в этом случае может произойти Вот эта церковь со строго выстроенной иерархией На вершине пастор, который всеми силами пытается контролировать каждый аспект жизни общины А вот здесь молодой христианин, демонстрирующий ярко выраженные лидерские качества Христиане смотрят на него и говорят, он одарен, он нас вдохновляет Так у этого человека постепенно появляются своего рода почитатели А как реагирует пастор, он чувствует угрозу В молодом перспективном лидере он видит соперника, который постепенно завоевывает авторитет В ответ пастор ограничивает его полномочия, не допуская к руководству И чем все это, как вы думаете, заканчивается? Этот человек заявляет, хорошо, тогда я ухожу Но не один, а вместе с теми, кто ценит мои лидерские качества Мы создадим свою общину, которую я возглавлю И он оказывается здесь Теперь уже этот человек становится авторитарным лидером в созданной им же церковной структуре Дальнейшее развитие событий предугадать нетрудно О себе заявляет новый перспективный руководитель, и вот уже ему ставят палки в колеса Нет, ну и не надо, говорит он, уходит и уводит с собой часть прихожан Вместе с которыми создает отдельную церковь И все повторяется снова Такое наблюдается нередко, особенно там, где принят авторитарный стиль управления И где в каждом перспективном лидере усматривают угрозу существующему церковному руководству В итоге появляются новые общины Однако здоровым такой путь назвать нельзя, ведь в его основе лежит конфликт Фактически церковь образуется в результате раскола А это, если честно, далеко не самое лучшее христианское свидетельство миру Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Мне представляется, что даже при авторитарном руководителе можно создать более горизонтальную организационную структуру которая дает возможность роста и развития обозначившимся в общине молодым лидерам В этом случае они смогут проявить свои способности и у главного руководителя остается достаточно полномочий И потом, если молодой христианин действительно обладает лидерскими качествами почему не поручить ему основание новой церкви не ждать, пока произойдет раскол, неприятное и болезненное явление а доверить ему организацию новой церкви Почему нет? Потому что он хочет управлять большой общиной ибо его статус в обсуждаемых регионах, как правило определяется именно численностью церкви Вот отдам своих прихожан и лидеров, рассуждает он, а та церковь станет больше моей Людей будет мало, престиж упадет, да и пожертвований станет меньше Вот такая чисто человеческая логика Хочется спросить таких пасторов, разве это христианский подход к делу? Бейте пример с антиохийской церкви У нас есть Павел и Варнава Они лучшие Пусть основанием новой церкви занимаются именно они Вот это богоугодный подход Если мы действительно хотим нести людям благою весть Если мы действительно хотим воспроизводить здоровые церкви А не просто делить уже существующие Церкви с правильными формами руководства Надо мыслить и действовать в интересах Царства Божьего Учить новых христиан и вовлекать их в служение Не усматривая в этих людях угрозы своему статусу Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok